МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 5 из 14 центра Сбиркома опубликовала окончательные итоги выборов. Керчь, Казань, Перин. Почему молодые люди берут в руки оружие? Должен знать каждый 21 сентября международный день для распространения информации о болезни Альцгеймера. Далее расскажем обо всем подробно. Центр Сбирком обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму. Партия «Единая Россия» сохранила конституционные большинство, набрав 49,82% голосов. На втором месте КПРФ – 18,93%. На третьем ЛДПР – 7,55%. В Госдуму по партийным спискам также проходит «Справедливая Россия за правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все они преодолели барьер в 5%. Еще три партии – «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста» провели в парламент своих одномандатников. В Сарове также подвели итоги избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и областного законодательного собрания Нижегородской области. Саров получил позитивную оценку за организацию избирательного процесса и продемонстрировал одну из самых высоких явок среди закрытых городов в присутствии атомной отрасли. Результаты голосования в городе таковы. Федеральный избирательный округ. «Единая Россия» – 35,85%. КПРФ – 22,42%. ЛДПР – 10,14%. «Справедливая Россия» – за правду – 8,57%. «Новые люди» – 7,94%. Областной избирательный округ. «Единая Россия» – 33,63%. КПРФ – 23,33%. ЛДПР – 10,36%. «Справедливая Россия» – за правду – 9,15%. «Новые люди» – 8,63%. Партия пенсионеров – 7,1%. Одномандатный федеральный округ. Евгений Лебедев – 9734 голоса. Михаил Рыхтик – 6745 голосов. Одномандатный областной округ. Юрий Якимов – 14,096 голосов. Михаил Савин – 6,983 голоса. Президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать комплекс мер, которые позволят включить Темниковский район Мордовии, маршруты паломническо-туристического кластера Нижегородской области. Для этого необходимо привести в нормативное состояние дорожную сеть, а также обратить внимание на организацию автомобильного движения по маршруту Цанаксарь, Старый город, Вещерка, Нарышкино, Сатис, Дивеева. Срок исполнения до 1 марта 2022 года. Проект создания паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров» реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера – создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов. Очередники получили жилье в новом доме. В рамках муниципального контракта администрация приобрела 10 квартир по адресу улица Зернова, 43, для бесплатного предоставления очередникам. Из них 8 трехкомнатных и 2 однокомнатных. Среди получателей – сотрудники муниципальных учреждений КБ-50, ветераны МВД. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В сентябре на портале госуслуги появились несколько сервисов для автомобилистов. Например, при покупке-продаже автомобиля у частного лица можно навести о нем справки и узнать, находится ли машина в розыске или залоге. Сколько у нее было владельцев, есть ли ограничения для регистрации. Также с 1 сентября на госуслугах появилась возможность обжаловать штрафы с дорожных камер без посещения отделения ГИБДД. С 8 сентября можно предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство транспортного средства в электронном виде. Кроме того, на сайте можно оформить в электронном виде документы для регистрации автомобиля и получения водительских прав с указанием даты, необходимой для получения. К борьбе с телефонными мошенниками стали подключать искусственный интеллект. Сотовые операторы начали запускать системы, которые во время разговора распознают потенциальных злоумышленников и предупреждают вызываемого абонента о возможном мошенничестве. По мнению экспертов, это поможет бороться, в том числе с преступниками, которые постоянно меняют номера. С начала 2016 года в России как минимум в 10 школах, техникумах и колледжах в результате стрельбы погибли или пострадали люди. Нападение в Перми – первый случай, когда огонь открыли на территории университета. О том, почему молодые люди все чаще берут в руки оружие и устраивают массовые расстрелы, мы поговорили с психологом Натальей Мышовой. В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете один из студентов открыл стрельбу. В результате нападения погибли 6 человек. Около двух десятков получили огнестрельные ранения. Еще несколько человек получили различные травмы. 18-летний Тимур Бекмансуров перед нападением опубликовал в соцсетях подробный план своих действий. Рассказал, как получал оружие и как долго вынашивал мысли о массовом расстреле. Он начал стрелять еще за пределами кампуса. Целился в идущих занятий студентов, но не попал. Пострадала чья-то припаркованная машина. Шокированные ребята разбежались. А Бекмансуров спокойно вошел на территорию университета и начал стрелять по людям. Закройте кабинет. Какой-то стреляет. По словам психологов, избежать таких трагедий можно, если вовремя выявить психическое расстройство. При этом психиатрическая экспертиза не должна быть формальной. А желающих получить право владеть оружием необходимо обследовать более детально. Если бы внимание было уделено, достаточно серьезное внимание специалистов, учителей, родители бы застрели внимание, то этого, я думаю, можно было бы избежать. За последние пять лет в России произошло несколько массовых расстрелов в учебных заведениях. В мае выпускник Казанской гимназии 175 убил 9 человек. Четыре месяца спустя трагедия в Перми. Мы решили узнать у саровчан, почему, по их мнению, такие ситуации повторяются и кто в этом виноват. Я считаю, тут недосмотрели психологи школьные, недосмотрели психологи институтские, если такие вообще были, конечно же. И, ну, собственно, увылилась в такую трагедию. Вспоминая любое учебное заведение, кроме, возможно, каких-нибудь московских, московского МИФИ, к примеру, да, где целое КПП есть по входу, в остальных местах в большинстве случаев сидит один охранник, который за свою ставку ничего особого вам не сделает, у него даже оружия при себе не имеется. Я считаю, что это виноваты СМИ и интернет. Поменьше вот запускать вот этого нужно, как бы сказать, когда дети смотрят убийство и то, что расстреливают, и все у нас смотрят. Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения. Ексерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Дельта-штамм за несколько месяцев вытеснил другие мутации коронавируса в России. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Буквально за пару месяцев штамм Дельты вытеснил все остальные геноварианты. И уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса, уточнил он. По словам Хафизова, другие циркулирующие в стране штаммы, в том числе более летальные йота, не получили широкого распространения. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России. Менять их состав не требуется. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 179 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 481 у Нижегородской области. В Сарове за день заболели 3 человека. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелом состоянии, один в легком, остальные в средней степени тяжести. Если вы забываете, куда положили ключи, это еще не болезнь. Но если вы не знаете, что надо делать с ключами, для чего они предназначены, вот это уже проблема, сказал американский психиатр Нейл Бухгольц о болезни Альцгеймера. Ежегодно 21 сентября отмечают Международный день распространения информации об этом заболевании. О первых признаках болезни Альцгеймера и ее профилактике расскажем в следующем репортаже. Забывчивость, рассеянное внимание, проблемы с усвоением новой информации, а также с абстрактным и логическим мышлением. Все это первые симптомы коварного заболевания Альцгеймер. Обычно его диагностируют у людей старше 65 лет, но проявиться оно может и в более раннем возрасте. Определить Альцгеймер на первых стадиях непросто, так как чаще всего симптоматику списывают на возрастные изменения. Они могут забывать ключи, например, дома, оставлять открытыми дверь, включеными электроприборы. Забывать, что хотят сказать. И вот эти как раз первые симптомы, которые должны насторожить самого пациента и родственника пациента. Очень часто сами больные не говорят об этих проблемах. Без должного лечения болезнь прогрессирует. Во время второй стадии могут появиться галлюцинации, глубокие депрессии, суицидальные мысли. На третьей стадии больной Альцгеймером, как правило, обездвижен, так как головной мозг постепенно атрофируется. Современная медицина излечить деменцию полностью пока не может. Но существует ряд способов облегчить ее течение. Мы проводим медикаментозные лечения. Также лечим сопутствующие патологии, если она связана, например, с гипертонией, с атеросклерозом сосудов. То есть мы поддерживаем пациентов. Они получают натропы, сосудистые препараты. Мы проводим анализы, обследуем их. То есть, соответственно, лечим эту болезнь посимптомно. Помимо медикаментозного лечения, больные остро нуждаются в особом уходе. Основам такой помощи персонал отделения палеотивной помощи также учит родственников пациентов. Альцгеймер можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать несколько несложных правил. Совет вести активный образ жизни, общаться с родственниками, с соседями, посещать кружки, какой-то там кружки-хор. Вести максимально активный образ жизни. Максимально долго сохранить, например, профессию. Заниматься умственным трудом. Также к методам профилактики относят правильное питание. Рацион пожилых людей обязательно должен включать витамины В9, В12, Д. Три года назад в Сарове открылся музей военно-исторической миниатюры. Сотни уникальных экспонатов много лет собирал Вячеслав Лопашов. В честь дня рождения все желающие смогли посетить музей и поучаствовать в увлекательной экскурсии. Подробности далее. Музей военно-исторической миниатюры открылся в Сарове в 2018 году. Сначала музей был небольшим. Экспозиция включала всего несколько стендов. Сейчас же выставка занимает два зала. За три года у музея появились свои традиции и почитатели. Здесь регулярно собираются дети, школьники и студенты. А также все те, кто интересуется историей своего отечества. Цель музея очень оригинальная. Во-первых, просто познакомить людей с волшебным миром нашего оловянного солдатика. Здесь не только оловянные солдатики. Здесь есть и стеклянные, есть и деревянные, есть пластика очень много. Всякого. Со всего мира. В разные годы. То есть, начиная с двоянки и заканчивая совсем современностью. Большая часть выставки – это личная коллекция Вячеслава Лопашова. На протяжении 60 лет он привозил солдатиков из разных уголков России и мира. Также много экспонатов музею дарят неравнодушные люди. Вот здесь вот на маленьких примерах, вот таких вот маленьких оловянных солдатиков, причем они сделаны в той форме, в которой они должны быть формы. То есть, если он накрашен, да, солдатик на начало Великой Отечественной войны, то он так и есть. Если сумуровский солдат есть, его гринозер, то он так и на самом деле есть. И это очень важно. Даже в Древней Греции это сделано именно так, как она нарисована на фресках. Экспозиция проводят по разным периодам истории, начиная от Древнего мира и заканчивая войной на Донбассе. Много сюжетов посвящено Великой Отечественной войне. Такая разнообразная и яркая выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Здесь интересно, солдатики, и очень ясно показано, какие были сражения и как они выглядели. Посетить музей военно-исторической миниатюры можно с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Для лиц старше 6 лет. Новый хоккейный сезон стартует в середине ноября. В структуре проведения чемпионата произошли изменения. Высшую и первую лиги по хоккею решили объединить в одном. Подробности в следующем репортаже. В преддверии новый хоккейный сезон. На этот раз он не обошелся без нововведений и изменений. На совещании коллегия судей приняла решение о новом проекте. Первую и высшую лиги объединили в одну, высшую. Теперь под эгидой высшей лиги будут играть 10 команд Нижегородской области. Первая лига будет автоматом переноситься. В том году было 4-3 лиги. 4 лиги. Высшая, первая, вторая и третья. Вот высшую и первую объединили 10 команд стало, а вторую и третью объединили стало 17 команд. И естественно мы стали под эгидой высшей лиги, а вторая и третья лига стала под эгидой первой лиги. Такие изменения направлены на то, чтобы сделать сезон более увлекательным и насыщенным, повысить интерес болельщиков к областному хоккею. А для игроков это возможность развить навыки и повысить свой профессиональный уровень. Чемпионаты первенства Нижегородской области будут проходить по круговой системе. Все в два круга. Один из каждой команды сыграешь два раза. Один раз дома, один раз на выезде. Потом четыре команды выходят в плей-офф и разыгрывают уже кубок. В полуфинале до двух побед, за третье место до двух побед, в финале до трех. Старт нового хоккейного сезона намечен на середину ноября. Точные даты игр будут известны позже. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»